Поверить на слово недостаточно. В этом вопросе необходим тотальный контроль. В Славянке активисты и общественники вместе с правоохранительными органами проинспектировали торговые точки на предмет продажи СНЮСа. С января 2020 года реализация жевательного табака запрещена. Соблюдают ли предприниматели закон и что показала проверка, расскажет наш корреспондент. Еще пару лет назад многие даже не знали о существовании СНЮСа, жевательных конфет с высоким содержанием никотина. Но за короткое время его потребление увеличилось в разы. И что самое страшное среди несовершеннолетних. Родители и общественность начали бить тревогу. Хотя СНЮС не содержит табака, содержание никотина в нем выше, чем в сигаретах в несколько раз. После такой конфетки дети попадают в больницы с отравлением. Общественники партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» вместе с представителями МВД вышли в рейды, чтобы проследить, соблюдают ли в торговых точках закон о запрете продажи никотиносодержащей продукции. В первом магазине цветных баночек с жевательной смесью не оказалось. Продавцы охотно показывают прилавки и уверяют, что в продаже СНЮСа нет. Да и среди покупателей спроса как такового тоже нет. В основном взрослые спрашивают, подростки уже за 18 лет. Таких нету, ну маленьких. Второй, третий, четвертый магазин и снова пусто. Жевательной смеси не обнаружено. В прошлом году СНЮСы были у вас? Да, у нас привозились, когда еще не было запрета на них. Нам один раз привезли. Но тут же где-то через неделю пошла по телевидению, начались вопросы задаваться людьми, всем, что я услышала это все. И мы сразу же их убрали без официального распоряжения. Мы убрали их сразу же, делали потом возврат. Это все, и мы не торгуем, по-моему, с декабря прошлого года. В общей сложности активисты совместно с сотрудниками полиции проверили пять торговых точек. И ни в одной из них не было выявлено факта продажи СНЮСов. Очень радостно, что у нас ответственные торговые точки, ответственные предприниматели, что они не хотят травить наших детей и в целом выполняют требования законодательства. Как заверяют активисты, такие рейды будут проходить регулярно. Причем не только в Славянке, но и по всему Хасанскому району. В течение года мы будем стараться проводить подобные мероприятия с целью выявления. И у нас призыв ко всем родителям. В случае, если вы узнали, что где-то на территории Хасанского района ваш ребенок или знакомый ребенок приобрел СНЮС или, не дай бог, отравился СНЮСом, просьба сообщать, и мы совместно с полицией будем принимать меры. Сообщить о незаконной продаже табачных смесей можно по телефону 8 924 249 25 85. Виктория Беляева, Егор Гриц, Новости Славянки.